Я родом из Щелкова. И поверьте, наш город достоин того, чтобы вы полюбили его так же, как люблю я. Щелковское телевидение при поддержке историко-краеведческого музея продолжает проект, посвященный истории нашего края. Сегодня будет рассказ о главной улице Щелкова. Нет, это не Пролетарский проспект, и не Комарова, и даже не Центральная. Это улица Советская. Субтитры создавал DimaTorzok А все потому, что профиль улицы начал формироваться еще в XIX веке. Тогда и города Щелкова-то не было, а была Мещанская слобода. Так называлась правобережная часть будущего города. Вот цветная дореволюционная открытка, так и подписанная, главная улица. Сохранилось немало фотографий этой улицы и более позднего периода. Сегодня мы их внимательно рассмотрим. На улице находились многочисленные магазины, учреждения, мастерские, питейные заведения. Советской ее назвали в 20-х годах прошлого века, когда и другие улицы Щелкова также получили наименование в духе советской эпохи. Так как же улица Советская оказалась у станции Щелкова? А вы представьте, что когда-то в городе не было пролетарского проспекта, не было нового моста, не было путепровода под железной дорогой. Была одна главная улица Советская, шедшая через весь город. И еще несколько маленьких улиц, застроенных деревянными домами. И даже в сторону Москвы выезжали по Советской, через переезд, который находился за станцией Щелкова рядом с деревней Хотова. Этот путь через улицу Хотовскую выходил на знаменитый Стромынский тракт, связывающий Щелковский край с Москвой. Сегодня его часть – шоссе Москва-Чернголовка. Итак, улица Советская, начинаясь примерно у станции Щелкова, шла вдоль железнодорожного поселка Большевик до перекрестка с дорогой Ножигалова. Это улица Октябрьская, после чего поворачивала направо. На сохранившихся старых картах и схемах хорошо видно, как выглядела улица изначально. Вот карта 20-х годов, когда Щелково только-только стало городом. Вся основная застройка начиналась как раз от Жигаловского перекрестка. А вот схема более позднего периода, 50-х-60-х годов. Для наглядности покажем на ней красным цветом улицу Советскую, а синим – направление, по которому позже пройдет Пролетарский проспект. Средняя часть улицы является историческим центром города. В самой широкой части, где Советская пересекается с Первым советским переулком и улицей Комарова, до 70-го года была площадь. И это не площадь Ленина. Называлась она, никогда не догадаетесь, тоже советская. Встречается также неофициальное название «Старая площадь». Стандартный вариант народного наименования, когда один объект заменяется другим того же назначения. Старый мост, старый памятник Ленину. Площадь формировали дом Синицына, угловой дом, где сегодня музей. Двухэтажный дом Советов, в народе известный как Старый Нарсуд. И здание почтамта в стиле конструктивизм. На этой относительно небольшой территории проходили митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия. Не случайно именно на этой площади раньше стоял и памятник вождю мирового пролетариата. Он приветствовал участников манифестаций. Вот какая была Советская площадь в обычные дни. Настоящий центр с деревянными торговыми павильонами, автобусной остановкой, стоянкой такси, доской почета, декоративными фонарями, клумбами. В середине 50-х еще ни намека на улицу Комарова. В начале улицы Парковой мы видим всего один дом. Вместо кинотеатра «Аврора» деревянные жилые дома. Труба на дальнем плане – это фетровая фабрика. Непривычно, правда? А площадь Ленина, новая, сформировалась только в 70-х годах прошлого века, ближе к Клязьме. Доминантой для нее стало новое здание горосполкома. Старые деревянные дома в городе постепенно сносили. Сформировалась примыкающая к советской улица Новосоветская, теперь Комарова. Поначалу настолько не загруженная транспортом, что по ней можно было ходить пешком. Потому что главной транспортной артерией все равно оставалась советская. Автобусы по ней ходили примерно до 80-го года. Первый светофор в Щелкове появился тоже на советской, на перекрестке с первым советским переулком. Дом по адресу Краснознаменская, 4, сегодня в тихом окружении соседних многоэтажек. А когда-то вот на этом месте был оживленный перекресток Советской и Краснознаменской улиц. Здесь даже была автобусная остановка. Современная транспортная схема центральной части Щелкова начала складываться только в конце 70-х годов. Когда в этой части города построили первую полосу будущего Пролетарского проспекта, надобность в советской, как в транспортной артерии, отпала. И улицу перегородил длинный девятиэтажный дом с детской поликлиникой на первом этаже, вдоль ручья Паныри. Адрес ему дали Пролетарский, 5. А давайте вспомним, какие знаменитые, либо просто интересные здания находятся на улице Советской. Или находились в недавнем прошлом, но остались лишь на архивных фото и в нашей памяти. Советская 1. По этому адресу много строений. Это база райпотребсоюза. Он же Союз Обществ потребительской кооперации. Он же, раньше, Щелковское общество потребителей, которому принадлежали практически все магазины в городе. Помните, на них писали буквы КООП? Рядом так называемый татарский магазин, мебель и хостовары. Народное название прилипло к нему давным-давно и навсегда. Связано это с тем, что продавцами там работали представители Щелковской весьма многочисленной татарской общины. С ней же связано и это здание, мечеть Имама Равиля, первое построенное в Московской области в начале 2000-х. Многие знают и это здание с башенкой, налоговую инспекцию. Советская 23. База Щелковской электросети. Она же Мосэнерго. Сегодня филиал компании Мособлэнерго. Обосновалась на этом месте еще до войны. Интересно вот это здание торгового и бизнес-центра, именуемое пространством «Спиртзавод» на углу Советской и Октябрьской улиц. Адрес у него Советская, 16. Вроде бы новое строение, но нет, совсем наоборот. Современный облик придали корпусам бывшей предельно трикотажной фабрики, выпускавшей платки и кофты из козьего пуха. В народе ее называли «инвалидка». На фабрике работали люди с ограниченными возможностями здоровья. Потом было «ликероводочное предприятие». Отсюда и название. А в начале 20-го века на этом месте был мыловаренный завод братьев Чистовых и их же усадьба. Вот на старой карте так и подписаны. Фамилии Чистовых весьма известные. Один из пяти братьев, совладелец завода Степан Иванович, прототип Виктора Каренина, одного из героев драмы Льва Толстого «Живой труп». Еще один брат, Алексей Иванович, жигаловский сельский староста и крестьянин по происхождению, в 1912 году был избран от крестьян Московской губернии депутатом 4-й Государственной Думы. На месте магазина «Халяль» многим памятно питейное заведение советского периода в народе «Шайба». Рядом на той же стороне было цветочное хозяйство. Дальше Советская обрывается пролетарским проспектом, и возвращаемся мы на нее только уже в той самой центральной старой части. Только вот мало что здесь напоминает о былой застройке. Еще 30 лет назад краеведы и старожилы обращались в главное архитектурно-планировочное управление области с просьбой сохранить дореволюционные строения. Но нет, по мнению чиновников, исторической и архитектурной ценности двухэтажные купеческие домики не представляли. В результате почти все снесли. А что здесь было? А были здесь в разные годы, по воспоминаниям старожилов, чайная Панова и Рубцовой, чайная Скоробогатовой, постоялый двор Пановых, овощной магазин, банк, магазин спорт-культ-товары, магазин, который назывался «Над подвалом». В этом подвале тоже был овощной в 60-е годы. В одном из домов 4 марта 1917 года состоялось собрание активистов рабочего движения и было принято решение об организации в Щелкове Советов рабочих депутатов. На месте вот этого здания с сауной и магазином когда-то стоял любимый всей округой квасной павильон. А что же осталось? Ну, во-первых, Советская 48, здание Совета депутатов. Оно, конечно, было полностью реконструировано, но прежний облик сохранился на архивных видеокадрах. Узнаете? На первом этаже три широких окна, на втором пять узких. Третий этаж надстроен, а также к зданию пристроена вторая половина. В советские годы здесь был трест столовых в предприятии «Общепит». Рядом, ближе к площади, стояло одноэтажное кирпичное здание с островерхой башенкой над входом, где были чайная, потом столовая номер 3, потом кафетерий «Сластёна». Несколько лет назад его снесли и на этом месте построили вот что. Отчасти сохранилось только назначение – предприятие общественного питания. А вот что к великой радости удалось сохранить на советской, так это знаменитый угловой дом, самое узнаваемое в городе здание, столетия назад известное как «Дом Синицына», владельца суконной фабрики и мецената, построившего собор Святой Троицы. Здание – редкий архитектурный пример органичного сочетания форм модерна начала 1910-х годов и авангарда, построена в 1911 году. В здании в разные годы размещались торгово-промышленное представительство фабрики Синицына, госпиталь, волосной совет рабочих и христианских депутатов, партийные и комсомольские органы, милиция, магазин общества потребителей, книжный магазин. Теперь по праву – историко-кроведческий музей. Его адрес – Советская, 54. Дальше по улице располагались деревянные постройки и автобусная остановка. Потом на этом месте построили дом с адресом площадь Ленина, 1. Вы, может быть, удивитесь, но адреса на Советской имеют бывшая милиция, межмуниципальное управление МВД Щелковская, и расположенный рядом детский садик номер 18 и жилой дом. А еще многие помнят последний деревянный дом в каменной застройке площади позади кинотеатра «Аврора», долгие годы словно бы сопротивлявшейся времени и снесенный только уже в 21 веке. В конце улицы Советской на берегу Клязьмы стояла уже упомянутая суконная фабрика «Синицын». В первые годы советской власти это была фабрика «Свободный пролетарий», потом «Щелковская фетровая фабрика», сейчас знаменитый недострой на набережной, но адрес у него – Советская, 60. А заканчивается улица Советская у Старого моста на Клязьме. Самое последнее здание, имеющее адрес на этой улице – Советская, 95, бывший медицинский вытрезвитель. Когда-то это было одно из фабричных зданий, сегодня, к сожалению, брошенное. Но хочется верить, что полезное применение каменному сторожилу «Щелково» еще найдется. Вот такая она, главная улица «Щелково», улица Советская.